Сегодня у нас 13 января Это наверное наше первое видео о новом году Замечательная погода Сейчас у нас минус 1 Буквально завтра-порезавтра на ночь передают минус 20, минус 21 Ждем, ждем, с опасением ждем Потому что аккумуляторы в машинах В Renault новый аккумулятор, в Opel аккумулятор год Но все равно как-то, минус 20 нужно будет выйти завести Если не получится, я уже знаю, здесь у соседа Можно второй аккумулятор одолжить Провода у него есть, все Случайно вышло познакомиться с человеком Но это другая история Сейчас нужно немножко покататься в магазин Заехать буквально на 2 минуты Потому что то, что нужно купить, его в интернете не продают Это максимум 3х Поэтому сейчас мы немного покатаемся Покажу вам куда Скажу зачем Ладно, хорошая у нас погода Снег, снег идет Снежок Едем Одна из наших точек университет Я брал сканер Мне нужно было сканировать там для работы со студентом Я сейчас его верну на место Если есть несколько человек, хотел у них что-то спросить И поедем дальше Но здесь так красиво-красиво И тишина Нету никого Нету студентов Хотел сказать про то, как сходил в больницу У меня там проблемы с коленом Решил записаться в больницу Но было два варианта Выбрать любого врача И пойти хоть завтра Либо выбрать врача, которого ты хочешь И ждать очереди Я, конечно, выбрал второй вариант Ждал приблизительно 3 недели И сегодня вот приехал в Каролинишку поликлиника Без проблем зарегистрировал Предварительно я был зарегистрирован через интернет Зашел, спросил, как Сказали там курточку раздеться, повесить Сказали, куда пройти Без проблем Все в масках Везде там температуру, мере и так далее Без проблем зашел себе на шестой этаж Мне надо было Людей мало То есть на этаже было 3 человека всего К врачу пришел Мы 10 минут пообщались Он мне выписал там дальше направление Что делать И записался я дальше Мне нужно на МРТ Также позвонил на МРТ Причем МРТ колен По направлению бесплатно Позвонил, вот только что позвонил в поликлинику Где буду делать МРТ И сегодня пятница И я уже зарегистрировался на понедельник Но так как они сказали, что они за один раз не делают Нужно два раза приехать И второй раз на вторник Пожалуйста, никаких проблем Приезжайте, делайте бесплатно Направление мне писали как электронное Так и дали на руки Потому что сказали, может быть, про проблемы с системой Про эту проблему я, конечно же, знаю Поэтому вот такой вот отзыв Вот это Каролиневка поликлиника Не снимая на улице, ребята Потому что, ну, на улице в маске На улице тяжело говорить в этой маске А так раз, два и все Поэтому в понедельник еду делать МРТ Если можно будет, покажу, как это выглядит Потому что я себе еще ни разу делал МРТ И видел только на картинках Покажу, что такое МРТ Потом нужно будет вернуться уже с результатами сюда И показать дальше, что там будет Так что вот такие вот дела Едем дальше Я опять в университете Сейчас расскажу, как я сюда вообще попал Длинные истории Сейчас время карантина не так все просто Параллельно буду готовить машинку Вот эту Вы ее, возможно, помните Мне нужно отрезать несколько своих образцов Вот, порезать их нужно Сейчас я буду ее готовить Суть же заключается в том Что сейчас у нас карантин И сейчас так просто попасть куда-либо нельзя Абсолютно Ну, как себе повернули Поэтому я хотел сделать это все еще на прошлой неделе Но я приехал Мне говорят Ну, приехал, как всегда Прошу ключ на вахте Мне говорят Нет, мы тебе ключ не дадим Я такой смысл, мне ключ не дадим Почему? Мне же только на 10 минут ответить и все Мне говорят, что Ну, это вообще и я это пропустил Сначала мне ты пиши В заведующем кафедре Пусть он Оформляет Бумажку на тебя В следующую неделю Ты там должен указать День, кабинет И время, когда ты хочешь работать Потому что сейчас Не все так просто Сейчас не все так просто И в одном кабинете Может работать только один человек То есть два человека одновременно В одном месте сейчас работать не могут Честно сказать, это Ну, это хорошо Но с некоторой стороны Это, конечно же, затрудняет Потому что нужно еще тратить Время на то, чтобы написать это И в тот день, когда ты хочешь Допустим, вот как я на прошлой неделе приехал Уже не получится Если так, то так Сейчас вот себе сегодня день один выделил И завтра еще один день В том, что вдруг что-то не получится Взял себе два дня Будем работать Да, вот такой погодки не было вообще давно Сейчас ноль, по сути Снег мокрый Машину еле разгреб Потому что, ну, снег прям, он прилипает Прилипает весь снег И очень тяжело Очень тяжело Ехать тоже очень тяжело Ну, хорошо, что я хоть выехал пораньше Сегодня еду на МРТ второго колена И вот сегодня такая погода Вчера было классно Сегодня вот такое Хотел, думал, опеля взять На опеля поехать Потому что, ну, как-то Не знаю Экономичный, наверное, не знаю Но я вышел и понял Что если я возьму опель Я уже его нигде не поставлю Потому что никто никуда не едет Он низкий Я никуда на нем не залезу Поэтому пришлось разгребать Рено И брать вот Рено И вот так мы сейчас медленно 40 км в час И едем Никуда не спешим Так что прикольная погода Прикольная Давно такой зимы не было И, кстати, вот в такую погоду Начинаешь понимать Зачем тебе автомобиль С высоким клиренсом Бывает это, конечно, редко Но это хорошо Если кто, кстати, смотрел влог Про поездку в Нерри В региональный парк Нерриес То я тоже, наверное, понял Зачем автомобиль с высоким клиренсом Такая вот каша на дороге Я вот доехал Ну, блин Ехать очень тяжело, конечно, был ЕСП на перекрестках На всем остальном ЕСП просто всегда Работал А мы в маске Идем делать сегодня МРТ второго колена К сожалению, там, где аппарат Снимать нельзя Но там особо снимать-то и нечего Сейчас покажу вам, друзья Что значит Понадеялся на резину Я очень сильно на нее понадеялся И произошло вот такое Я тут застрял Вот здесь я застрял Пытался, пытался, пытался выехать Ну, в итоге я выехал, конечно же Но не без чужой помощи Мне помогли Мне помогли И я выехал Но, блин Я думал, что спокойно сейчас заеду Нигде не застревал Здесь и у колея есть Вкатанные Нифига Поэтому, друзья Не надейтесь На резину И тем более Если у вас нет полного привода Хотя Полный привод Такую погоду Это тоже не панацея Поэтому Спасибо тем Кто мне помог Еще раз А я иду дальше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому